Привет! В этом видео мой отзыв в практическое использование термопаст Arctic MX4 и Thermal Grizzly Hydronaut в системе охлаждения ноутбука Asus Tough Gaming FX705GM EW126. Я не знаю, как эти термопасты справляются в системах охлаждения других конфигураций, но конкретно в моем ноутбуке на шестиядерном процессоре Intel Core i7-8750H и графическом чипе NVIDIA GeForce GTX 1060 с шестью гигабайтами видеопамяти GDDR5 требуется термопаста с достаточно высокой теплопроводностью. В недавнем моем видео на канале под номером 570 я выполнил профилактику системы охлаждения моего ноутбука и взамен удаленной заводской термопасты использовал Arctic MX4, а также жидкие термопрокладки K5 Pro. Термопасту приобрел на Алиэкспресс, а емкость жидкой термопрокладкой в белорусском интернет-магазине. Все ссылки под видео в описании. На заводской термопасте ноутбук проработал более трех лет. Несмотря на то, что она уже высохла почти до окаменения, в общем-то сметалась уже ветошью, функции свои выполняла достойно. При тесте с помощью AIDA64 Extreme максимальный троттлинг центрального процессора зафиксирован на уровне 12% при питании от сети. И то это в начале теста, пока не завершился переходный процесс, потом частоты стабилизировались. Спустя некоторое время на графике заметны небольшие изменения частот, но они несерьезные. В стресс-тесте температура ядер поднималась до уровня 85-95 градусов Цельсия. При рендеринге видео в программе Adobe Premiere Pro, которую я часто пользуюсь, температура ядер центрального процессора фиксировалась на значениях от 80 до 85 градусов Цельсия. После нанесения термоинтерфейса Arctic MX-4 тот же тест AIDA64 Extreme зафиксировал троттлинг на уровне 23%. Вы сами видите эту нестабильность даже в начале теста и температуру на значениях 94 градуса Цельсия. С такой ситуацией я мириться не мог и купил в белорусском интернет-магазине термопасту Thermal Grizzly Hydronaut. Шприц в объеме 1 грамм стоит у нас 27 рублей 60 копеек. Это около 9 долларов США. Если у Arctic MX-4 коэффициент теплопроводности составляет 8,5 Вт, то у Thermal Grizzly Hydronaut уже 11,8 Вт. Официальный сайт ее рекомендует как термопасту с отличной теплопроводностью, которая подходит даже для разгона процессора. Она не содержит силикон, поэтому легко наносится, со временем не затвердевает, не электропроводно. Рекомендую ее использовать с водяным и воздушным охлаждением. В запечатанном пластиком конверте с зип-замком имеется инструкция, в которой в том числе и на русском языке изложены два способа нанесения пасты с лопаткой и без нее. Далее сертификат оригинальности, очень маленький шприц черного цвета с пастой, на котором есть белый логотип и черная пластиковая гибкая лопатка. У Arctic MX-4 в подобном антистатическом конверте присутствует только шприц. Я удалил с щипов термопасту MX-4. За полтора месяца она не растеряла своих первоначальных свойств и такая же мягкая. И нанес свежую термопасту Grizzly Hydronaut. Это оптимальная термопаста в линейке продуктов Thermal Grizzly. Есть более теплопроводные пасты Cryonaut с коэффициентом 12,5 Вт и Conductonaut. Это жидкий металл, у которого коэффициент аж 73 Вт. В итоге нанес я новую пасту, установил на место трубки радиатора и после разочарования от Arctic MX-4, приобретенной мной на Алиэкспресс, был очень приятно удивлен результатами теста AIDA64 Extreme. Хоть и был зафиксирован троттлинг на уровне 16%, но этот пик повышения температуры уже при нажатии кнопки окончания теста. А на всем его протяжении при загрузке центрального процессора температура ядер около 87 градусов Цельсия, то есть ниже на 10 градусов Цельсия в сравнении с MX-4, а это значительный выигрыш. В итоге тем, кто ищет для профилактики системы охлаждения компьютера с подобной конфигурацией, рекомендую термопасту Thermal Grizzly Hydronaut. Расход ее небольшой, поэтому такого объема в 1 грамм хватит не на один раз. Делитесь вашими мнениями в комментариях и подписывайтесь на канал. До скорой встречи, пока!